Самые профессионально подготовленные, креативные, творческие работники Белпочты в эти дни собрались в Бресте. В областном центре прошел юбилейный 25-й конкурс профессионального мастерства среди начальников отделений связи, специалистов по почтовой деятельности и почтальонов. Конкурс в этом году знаменателен, потому что это 25-й конкурс профессионального мастерства. Конкурсы проводились ежегодно, за исключением известных нам лет, когда были некоторые ограничения. Поэтому конкурс получился юбилейный, получился красивый конкурс. На этот конкурс были приглашены все представители массовых профессий. Это почтальоны, специалисты по почтовой деятельности и начальники отделений связи. Почтовые работники Брещина – мастера своего дела в слаженности, смекалке, а главное – профессионализме, можно было убедиться, побывав на состязаниях. Проверка теоретических знаний, которые касались буквально всех технологических аспектов почтовой связи, и самое главное – применение их на практике. Конкурсная программа, состоящая из нескольких этапов, интересна и насыщена. Алена Балака – почтальон отделения почтовой связи номер 16. Год назад пришла сюда работать и вот уже принимает участие в состязаниях. Она даже при всем волнении первая закончила отвечать на тестовые вопросы. Я первый год вообще работаю, первый раз на этом испытании, но вот интересно. Вопросами, формулировками с вами интересно, такие вот есть вопросы с подковырками, ну вот интересно, ну все по работе. Коллектив хороший, все так вот интересно оказалось, и общение с людьми, очень много общения. У меня главное – участие. Победа приятна, конечно, но я не расстроюсь, если что. Информирование клиентов и составление отчетов, добросовестное обслуживание, а также приемы и выдачи почтовых отправлений. Сфера деятельности работников почтовой связи интересная, но очень ответственная. Требует от сотрудников владение определенными знаниями, умениями и навыками. Каждая участница конкурса отмечает, для того, чтобы хорошо работать, важно искренне увлекаться этим делом. Задания подобраны с учетом специфики нашей работы. Мы с этими вопросами, с некоторыми сталкиваемся каждый день. Некоторые нам, чтобы решить, необходимо прибегнуть к каким-то инструкциям, положениям. Но в целом вопросы и сложные, и какие-то, и легкие. Ну, надо подумать для того, чтобы выбрать правильный ответ. Ориентировалась на время, чтобы вложиться в этот период, который нам отведен для выполнения задания. И вот подведение итогов конкурса. Кажется, что все волнения позади, но сама торжественность момента и ожидания, кто же все-таки победил, создает эффект напряженности. Но в этом году, как отмечают организаторы, никто из участников не остался без признания. Потому что все присутствующие здесь люди дела. Они любят свою работу и с большим энтузиазмом подходят к таким мероприятиям. Это дает им многое. Это масштабное состязание. Победить в котором не просто ответственно, почетно. Для меня, как для руководителя, конкурс очень важен, потому что здесь мы видим лучших наших людей. Конечно, для них это подготовка, это ответственность, это волнение. Но в то же время это очень престижно. Быть победителем – это очень престижно. Это только областной этап, а впереди республика. Это для нашего филиала тоже ответственно. Ну и, соответственно, мы готовимся, отбираем лучших, самых-самых лучших. И надеемся, что результаты на республике тоже будут достойными. Во всех командах по всем номинациям были объявлены победители. А вот общекомандное, почетное, первое место в этом году достойно и обоснованно занял Барановический региональный узел почтовой связи. Успех нашей команды, естественно, складывается от работы всей нашей команды. Получается, все девчонки молодцы. Они ответственно подошли к этому конкурсу. Готовились очень замечательно. Получается, кроме этого, я хочу сказать еще большое спасибо всем, кто помогал им в этой подготовке. Получается, все специалисты нашего РУПСа, ну и девчонки наши молодцы смогли взять из этой подготовки главное и достойно выступить на области. Мы очень рады. Самое главное, что все присутствующие на конкурсе уже победители. Победители по жизни. Ведь они определили для себя профессию, которая преданно служит десятилетиями. А лучше по итогам областного конкурса представит Брестский регион на республиканском этапе и поборется за главные профессиональные награды страны.